Внимание, внимание! Говорит штат по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям завода. Говорит штат по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям завода. На территории Северского трубного завода объявлена чрезвычайная ситуация – воздушная тревога. На предприятие было сброшено 12 боевых зарядов. Началась эвакуация людей. Так разворачивались учения в рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне. Комплексные учения проходили в течение двух суток и были разбиты на три этапа. Первый включал в себя оповещение и сбор руководящего состава. Второй – действие едимой системы ГОИЧС завода по сигналу «Воздушная тревога». И заключительный этап – организация выполнения аварийно-спасательных работ после применения противникам обычных средств поражения. А еще до начала тревоги Михаил Зуев, управляющий директор Северского трубного завода, на оперативном собрании руководителей обозначил цели мероприятия, раздал поручения и выслушал доклады своих подчиненных. Цели учения – получение и доведение сигналов о введении готовности гражданской обороны к проведению первоочередных мероприятий при переводе работы завода с мирного на военное время. Второе – проверка порядка проведения оповещения должностных лиц и органов управления ГОИЧС в рабочее и нерабочее время. Проверка надежности работы системы ЛСО. Первое – приведение в готовность эвакуационных органов, эвакуационной комиссии и сборных эвакопунктов и проверка их работы. Четвертое – приведение в готовность защитных сооружений, гражданской обороны, убежищ и укрытие в них персонала, наибольших работающих смен, цехов и организаций. Проверка развертывания пунктов выдачи средств индивидуальной защиты, станция обеззараживания техники. Также учения помогут проверить готовность спасательных служб и внештатных аварийно-спасательных формирований к выполнению спасательных работ, вызванных факторами военного времени. По сигналу воздушной тревоги заводчане укрылись в бункерах. Время ЧЭС составило 30 минут. Некоторые же структурные подразделения произвели эвакуацию за меньший срок. Кому-то на это понадобилось не более 15 минут. Убежища оборудованы по всем требованиям. Мощные замки, спальные места, пункты питания и медицинской помощи. Условия жизнедеятельности рассчитаны на трое суток. В индивидуальный рацион питания входят хлебцы, консервы четырех видов, чай, кофе, повидло и кетчуп. В случае необходимости каждому потерпевшему будет оказана медицинская помощь. Для оказания неотложной помощи, в принципе, на данном этапе у нас есть те препараты, которые необходимы. Для оказания сердечно-легочной реанимации у нас есть фибриллятор. И вот, видите, аппарат АМГУ. То есть вот тот минимум, который должен на этом этапе быть, у нас есть. Всего на территории Северского трубного завода находятся семь убежищ, общая вместимость которых составляет 4,5 тысячи человек. То есть максимальная рабочая смена в чрезвычайной ситуации сможет укрыться в бомбоубежище. Я, как руководитель объекта, сегодня по разработанному сценарию провожу учения, включая в том числе после сигнала воздушная тревога эвакуация работающего персонала. На сей момент мне доложили о том, что эвакуация проведена. Значит, люди укрыты в количестве 1505 человек. Рабочая смена покинула свои рабочие места, укрылась в убежищах. Убежища закрыты. Ждем отбоя воздушной тревоги. После этого мы должны будем выслать соответствующие подразделения наших разведчиков, которые должны проверить и доложить нам состояние нашего объекта и наличие или отсутствие радиационной и химической опасности, после чего мы примем решение по действию наших аварийно-спасательных формирований на данном объекте. Ждем отбоя. Михаил Васильевич отметил, что все справились с поставленной задачей. Эвакуация прошла успешно. На время учений завод не останавливал свое основное производство. А это уже второй день учений. Здесь, по легенде, произошла утечка хлора. На складе один из контейнеров был поврежден и разгерметизирован. Тут же сработала защитная система. Чтобы не дать распространиться ядовитому облаку, автоматически включилась водная завеса. Пожарно-спасательные службы среагировали моментально. В первую очередь проверили помещение на наличие потерпевших. После того, как таковых не оказалось, спасательные работы продолжились. Сегодня, я считаю, учения прошли очень организованно. В всяком случае, начало. И те, о чем я говорил, какие-то не увязки. Но они, я считаю, с одной стороны, они показали, что нужно работать и в организации. Но, с другой стороны, они показали готовность всех служб к выполнению и организованных указаний, вот этих учений. В то же время, если есть какие-то просчеты. То есть, все готовы выполнять к выполнению поставленной задачи. В это же время на другом участке был сымитирован пролив аварийно-химического вещества. Соляная кислота по воздействию на человека оказывает такое же отравляющее последствие, что и хлор. Аварийно-спасательные формирования завода должны были преодолеть химически зараженный участок. И все прошли успешно, прекрасно. Люди ощутили именно состояние прохождения и преодоления этой трудности, как участок аварийно-химически зараженных участков. Ну, итоги будут подводиться управляющим директором, мы будем все докладывать. А так, в принципе, первые итоги я должен должен задать. Система управления работала отлично. С задачами все справились. Неожиданно, приятно выходили группы управляемые, подготовленные. Поэтому мы отмечаем, что те уровни, которые мы хотим достигать, мы их достигаем. От учения к учению все время уровень подготовки аварийно-спасательных формирований улучшается и улучшается. Всего этот участок прошли 18 подразделений, более 500 человек. В комплексных учениях Северского трубного завода было задействовано 14 объектов. Охвачен весь комплекс мероприятий гражданской обороны. Теперь можно с уверенностью говорить о том, что учения прошли на высоком уровне. Екатерина Тагильцева, Александр Полищук, Константин Миронов. Новости нашего города.